Всем огромный привет! Сегодня хочу приготовить вместе с вами один рецепт необычной кабачковой икры. А чем она необычная? Так это тем, что в нее будет добавляться майонез. Увидев этот рецепт в журнале, я приготовила одну баночку. Мне очень, честно скажу, понравилось. И теперь хочу приготовить побольше и поделиться этим рецептом с вами. Что нам понадобится? Конечно же, это кабачки, морковка, лук. Я все количество ингредиентов укажу внизу. Обязательно посмотрите. Но я все же стараюсь делать немного на глаз. Томатная паста, майонез. Здесь по 125 грамм. Черный молотый перец, зубчиков 7-10 чеснока, соль, сахар и растительное масло. Вот такое маленькое количество продуктов понадобится нам для вкуснейшей кабачковой икры. Ну что, кабачки я уже помыла, почистила. Обязательно я всегда чищу. Морковку тоже начистила. И сейчас нам нужно будет нарезать все овощи. Для кабачковой икры я стараюсь нарезать все овощи крупно. Поэтому порежу кабачок таким крупным кубиком. Где-то примерно вот так. Сантиметр на сантиметр. В кастрюлю выливаю 75 миллилитров растительного масла. И отправляю сюда лук репчатый, нарезанный кубиком. Обжарю вначале репчатый лук. Отправляю к луку, нарезанную кубиком, морковку. Сюда же к морковке и к луку отправляю нарезанный кубиком кабачок. Отправила я в кастрюлю весь-весь кабачок. И теперь уменьшаю огонь. Накрываю крышкой и буду тушить 45 минут. Никакие пока специи, никакой соли, ничего не добавляю. Просто тушим с вами овощи, время от времени помешивая. Через 15 минут добавляю 120 грамм томатной пасты. И продолжаю дальше тушить. Обязательно все перемешиваем. Прошло у меня 40 минут. Вот такая красота получилась. Я сюда добавляю тертый на терке чеснок. Все сейчас хорошо-хорошо перемешаю. И буду прокручивать в блендере. Можно прокрутить через мясорубку. Но я буду использовать блендер. Такая красота. И все пропускаю через блендер. Я все перекрутила. Добавляю теперь сюда 1 столовую ложку соли. Половину столовой ложки сахара. И черный молотый перец. Все надо хорошенько-хорошенько перемешать. И возвращаю на плиту, так как икру буду готовить надолго. Возвращаю на плиту опять минут на 40. Обязательно надо попробовать и довести икру по вкусу, по соли и сахару. Можно добавить немножко больше черного молотого перца. Уже попробуйте и смотрите сами. Вот такая красота получается. Сейчас она еще немножко уварится. И загустеет. Получилось как в детском садике. Смотрите, такими хлопьями. Если даже будут попадаться крупные кусочки овощей, то это ничего страшного. Это очень-очень вкусно. Все. На 40 минут оставляю тушить. Добавляю 120 грамм майонеза. Все тоже хорошо перемешиваю. Накрываю крышкой и тушу 45 минут. Вот так. Добавляю 1 столовую ложку 9% уксуса. Все хорошо перемешиваю и разливаю по банкам. Раскладываю икру по стерильным банкам. Как я стерилизую банки, обязательно оставлю в конце. Видео. Посмотрите. Это очень быстро. Сейчас разложу всю икру и закрою стерильными крышками. Под самое горлышко заполнила банку. И закрываю и плотно-плотно вот так закрываю. Баночки надо будет перевернуть и укутать, чтобы они остыли. Вот такая красивая икорка у меня получилась. Вот такая очень вкусная и необыкновенная икорка у меня получилась. Кто любит кабачковую икру, пожалуйста, попробуйте, сделайте. Это очень-очень вкусно. Я, например, кабачковую икру просто обожаю. Вот такая красота. Кому понравился рецепт, обязательно подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно же, вступайте в группу ВКонтакте. Я вам буду всем очень-очень рада. Делитесь моими видео, моими рецептами. И также подписывайтесь на второй канал. Там тоже будет скоро много интересных видео. И покупки тоже переехали туда. Всем огромное спасибо. До свидания и пока.